Из ниоткуда выскакивает машина, то есть я ее бью сзади. Ее разворачивает, я улетаю в совершенно другую там сторону. Мы покажем обязательно все эти моменты, о которых мы сейчас проговорили со стороны Чеснокова, что он там говорил, ерес нес. Он, как странно, не правится в статье 24, обращается к хозяйству. Почему? Сенсуальное решение не решено. Потому что он является свидетелем. Тут же это не просто захочу, тебя хочу сделать виновным, а тебя оправдаю. Так формируется еще недоверие к сотрудникам полиции, которого и так мало. Как нам Чеснокова и Морскова уберите? Никак невозможно. А что с ним случилось? Никак погибли. Ух ты! Давным-давно. Вас тут на карантин не посадили? Уже человек 12. У вас ушло на ковид? Да. А на карантин никак? Обработали и все. А людей? Я понял. То есть вы в безопасности и мы в безопасности, да? Уже доверили, конечно. Понял вас. Ладно. Но передайте ему выздоровление. Хорошо. Спасибо. В моем месте он может быть, и она. Любой абсолютно человек. Тот, кто нас сейчас смотрит, абсолютно любой человек может быть на вашем месте. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, нужно приводить сотрудников полиции в чувства, чтобы они не забывали, что они здесь как раз-таки заинтересованы в правосудии, чтобы виновное лицо должно быть привлечено к ответственности. Они не виновные. Алло, Сергей Петрович. Да. Как я делаю его пустяку? Посмотрел я, по вашему обращению, диктос записи с безопасного города. Ну? Да, конечно, это вопиющий случай, потому что это прямое нарушение. Они, получается, они же вынесли, да, в отношении вас, нарушение правил перепрестка? Я, то есть, полностью уже, даже штраф вынесли, то есть, получается, у меня даже штраф висит. А вы оплатили этот штраф или жалобу подавали на него? Я все подал жалобу, у меня суд будет 28-го областной. Сейчас, секундочку. Алло. Да, да, да. Вы, получается, жалобу на подсказание фиктали? Я, да, все, это самое, жалобу я отдал. То есть, сейчас будет 28-го, у меня пришел с прокуратуры, и с суда, короче, письма пришли. То есть, 28-го, уже будет суд в областном. А прокуратура, кто, что пишет? Вы, получается, по тому же факту, да? Видео, что это самое, доказательства на первых листах, то есть, получено, наверное, просмотрено. Они не ответ давали вам официально по результату рассмотрения жалобы? Я имею в виду, не то, что сейчас у меня находится на рассмотрении, в котором вы сообщаете о преступных действиях Бурстуковой, в плане затягивания, в плане того, что тачиков вот этого, вот они, как получается, пишите выгородили, и так далее. А именно жалобы на постановление, в котором вы официально пишете и просите отменить постановление об административном правонарушении. Ну, такого нет, ну, то есть, вот, что написано у меня на этом самом суде, в прокуратуру, вернее, письмо пришло. Ага. То есть, так, сейчас я его даже открою. Где-то он взял. А, ну, в электронном варианте есть его? В электронном? Да. Ну, то есть, я вот это самое, споткал, адвоката отправлял. Ага. Вот, сейчас, секундочку. Воронежский, вот, областной суд. Ага. И РОБДПС, короче, так, сообщаю, что рассмотрение жалобы с именишем Сергея Петровича на определение судьи Левобережного районного суда, то есть, 24-го, ну, то есть, административное правонарушение предусмотрено. А, это вот назначено в 10 часов, 28-го сентября. Будет суд. 28-го сентября, да, суд назначен? Да. А по какому факту, получается, назначен? Именно то, что вы хотите с датчиков, получается, высказывать денежные средства, так? Я хочу не то, что денежные средства, я хочу просто справедливости. Почему виноват я, если он едет на красный свет, у меня есть это. Да, 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 я видел на видео, там интересно, что и на всех садях рассмотрения, и обращение ваше, то, что находилось на рассмотрении, они не увидели просто вины этого садчика, хотя там явно видно то, что там исток линия находится, а светофор буквально там в полуметре. Да. Он ее пересек на красный свет, вылетел на перекресток, там это все видно, и все-таки приняли решение, что вам... Да, 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 я просто хочу денег, я не хочу с него ни денег, ничего, я хочу просто справедливости, чтобы было все как по закону. У него на руку... Это справедливость, он сам особо ее воспринимает. Так, он здесь законно для этого попали. Я просто проверила его словам, просто он пришел без видео, без любых доказательств, то есть, без ничего, он просто сказал, что он выехал на свой разрешающий свет светофора, то есть, получается... Да, его там нет разрешающего свет светофора, на видео видно, там нету, у него гранд-эксперти. Да, но видео для начала сначала не было, сначала, сначала когда... Вот. То есть, как бы он просто сказал свои слова, и она как бы поверила ему словам. У меня был видеорегистратор, мой, что записал, у меня, да, не видно на моем видеорегистраторе, что он выезжает, на какой свет он едет. Ну, у меня тут все было видно, что еду я, трогаюсь на свой зеленый. То есть, у меня плюс потерпевшая. Ага. А про потерпевших вообще, что-то бумаг я смотрю, вообще как-то тишина. Да вот они 12-24 должны были возбудить, когда там она средней тяжести получила, да, по движению? Да, 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 да. Ну, там и видно еще по характеру аварии, а что-то поэтому тоже движения нет. Сергей Петрович? Вот в общем, сна, даже бумаг никаких больше нет. Я вас попросил. Как его, с Чесноковым? Да, 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 да. Мы с ним поговорили, и в итоге потом все вот так вот приостановилось, вообще все пропало, как будто и не было. Ну, у них там, они вообще приснили вот то, что и у вас написано, словесно подтвердил, 25-й кадр, на видео светится красный, а на самом деле зеленый, это бред. Это самый натурально выраженный бред. Ну, вот это 25-й кадр, ну, они там, понятно. Сергей Петрович, у меня к вам два вопроса еще будет. Скажите, пожалуйста, повторно, когда назначил суд? Точное время и дата. Время, дата, 28-го сентября, здесь на 10 часов. 10 до 11, 28-го сентября. Да. И можете, пожалуйста, скинуть этот ответ прокуратуры мне на WhatsApp? Есть у вас WhatsApp? Умейте поджигать? Да, WhatsApp есть. Вот на этот номер телефона, с которого сейчас звоним, скиньте, пожалуйста, фотографии, хорошо? Хорошо. Все, и смотрите, я по-любому теперь буду обязан дождаться решения суда. Натерял проверки, потому что если я сейчас приму решение, а суд в итоге примет иное решение, они уже, сотрудники, сами пойдут в суд и будут обжаловать свои наказания. Я дождусь 28-го сентября, когда срок будет, и решение суд вынесет по данному факту. Но он, скорее всего, вынесет его в вашу пользу. Потому что это уже не батальон, это не сотрудники, которые своими действиями нарушают права. Это уже суд, это несколько другая инстанция, более ответственная. Вынесет решение, и, соответственно, с решением суда я уже буду выделять служебные проверки в отношении, ну, там пять сотрудников получил батальон, а они получат, ну, наиболее стражащие оказания, которые вообще у нас присутствуют в системе. Хорошо. Ну, я, как бы, конечно, не хотел, чтобы прям, уж там, жестко, там, туда-сюда, ну, просто хотя бы делали правильно свою работу. Не, а меня, меня, меня обязывает просто характер вашего ДТП. Они виновны, вина была выявленная, я обязан просто провести такой комплекс мероприятий. Хорошо, я вам сейчас тогда сфоткаю все вот это и скину просто на этот номер по WhatsApp. Все, хорошо, тогда жду. Все, спасибо большое, Сергей Петрович. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова